Привет! Это подкасты школы I Love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми. Добрый день! Меня зовут Нина, я курирую беговые программы в школе циклических видов спорта I Love Supersport. Сегодня у нас в гостях в нашей студии врач-педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарёв. Игорь, спасибо большое, что согласился прийти к нам сегодня на эфир. У нас с тобой сегодня очень интересная тема, посвящённая деткам и, в частности, особенностям развития и спортивного воспитания детей в возрасте от нуля до семи лет. У меня, наверное, сразу первый вопрос к тебе будет, не знаю, возможно, ты сейчас развеешься, это миф или скажешь, что это действительно правда. Многие родители и вообще многие взрослые люди считают, что спорт для детей от нуля до семи лет, он просто противопоказан. Вот что по этому поводу ты можешь сказать? Отчасти, наверное, вы правы, если речь идёт о профессиональном спорте. Мы, наверное, даже хотели поговорить сегодня не о профессиональном спорте, поскольку я не спортивный врач. Да, да, конечно. И никакого спортивного образования у меня нет. Поэтому профессиональный спорт, ну, наверное, да, есть определённые критерии, чем можно заниматься в определённом возрасте. Но я бы хотел вас познакомить в большей степени с особенностями и закономерностями роста и развития детей, показать вам, какие они, какими обладают физическими и функциональными способностями в разных возрастах, какие они даже могут быть разными в одном и том же возрасте, насколько они отличаются даже от взрослых. И уже, наверное, исходя из этих познаний, мы с вами можем предположить, какую физическую активность мы можем предложить ребёнку в том или ином возрасте, чтобы помочь ему развиваться, чтобы вырасти ему здоровым человеком. А как, на твой взгляд, происходит, знаешь, такое формирование здорового человека через такой призму физического воспитания? В каждом из нас заложено, можно сказать, что рост и развитие человека – это реализация его генетической программы. Само собой, у высоких родителей чаще всего бывают высокие дети и наоборот, но нельзя недооценивать и влияние внешних факторов, и физического воспитания в том числе на рост и развитие ребёнка. Поэтому здесь нет какого-то универсального пути, как это всё происходит. Скорее мы смотрим на ребёнка, какой он, как развивается, потому что есть определённые действительно закономерности его развития, и уже исходя из этого, подбираем ему какую-то физическую активность, которая бы помогла ему даже побыстрее развиваться. Ты сказал, что есть закономерности развития в зависимости от возраста. Правильно я услышала? Давай поподробнее вот об этом именно, какие есть особенности? Ну, первое, наверное, это то, что ребёнок растёт неравномерно в разные возрасти. Вообще характерной особенностью детского возраста является такой интенсивный рост и развитие, но он неравномерен во времени. Наиболее интенсивен он в возрасте на протяжении первого года жизни. Очень сильно меняется человечек за первый год жизни из совершенно такого беспомощного комочка, да, в год это уже человек, да, он ходит, он начинает говорить, он всё абсолютно понимает и даже где-то умеет нами манипулировать. За первый год жизни ребёнок, если говорить о росте, утраивает свой вес при рождении и вырастает примерно на 50% своего роста от рождения. Это около 25 сантиметров. Вот насколько всё это происходит интенсивно, наверное, ни в каком более возрасте мы так не растём. Возможно, можно постараться и утроить свой вес за год когда-то. Ну и тоже я сомневаюсь, что это возможно. Ну да. Дальше темпы роста, они снижаются, они не столь интенсивные. Опять же, есть некий всплеск при пубертатном и пубертатном периоде. Но в целом это очень длительный процесс. И, наверное, только после 20-летнего возраста можно говорить о наступлении такой зрелости, когда человек уже сформирован, когда уже в обмене веществ даже устанавливается некая равновесие. А до этого возраста это процесс развития и роста. Кроме того, что этот процесс неравномерен во времени, есть ещё и неравномерность в созревании, в росте и созревании различных органов и систем. Поскольку мы говорим с вами о физическом воспитании, здесь в первую очередь речь идёт о созревании костно-мышечной системы и нервной системы, они идут непараллельно далеко. Бывает так, что ребёнок физически очень сильный, трудно его удержать. Он, допустим, если что-то схватил, очень трудно у него отнять. Но при этом он отличается какой-то неуклюжестью, неловкостью движений. И очень координация, наверное, хорошая. Координация хорошая. В этом случае нервная система просто немножко не успевает за темпами. Мышечная система – это норма. Надо просто подождать, пока он дозреет. Но, видя такое, что он достаточно сильный, но неловкий, мы, в принципе, уже можем ему предложить некую физическую активность, которая будет способствовать развитию вот этих вот тонких моментов – ловкости, быстроты, реакции. Он и так, наверное, созреет. Но так ему будет даже более интересно. Окей, я понимаю. А вот родители, они должны к педиатру обратиться, чтобы врач тоже со своей стороны посмотрел и посоветовал что-то? Или это можно самому взрослому человеку до этого дойти и понять, на что ребёнка больше направить? Врачу, наверное, сложно. Потому что он видит ребёнка ограниченное время – 30, не знаю, минут. И видит он его не так часто. А вот этот процесс развития больше наблюдают родители. И, скорее, если они замечают какие-то такие особенности, они могут реагировать. Педиатр, он может подсказать, наверное, даже. Действительно сказать, да, здесь бы хорошо вот привлечь ребёнка, как-то с ним позаниматься. Из личной практики вопрос. У меня у знакомого недавно родился ребёнок, супер-мега-гиперактивный, но там ещё до года возраст. Вот в таком возрасте можно что-то посоветовать? Куда ребёнка, куда направить энергию? На первом году жизни, если говорить честно, то, пожалуй, надо не мешать ребёнку развиваться. Если он живёт в нормальных условиях, если он хорошо питается, если он живёт в социуме, с ним общаются и дают ему возможность эту развиваться, он будет развиваться великолепно. Есть такой пример, вот детишки, растущие в доме ребёнка, они лишены очень многого семьи, общения, и они показывают достаточно сильную задержку и в нервно-психическом, и в физическом развитии. Но надо сказать, как только, если ему повезёт, и он попадёт в семью, как только он попадает вот в эти человеческие условия, в социум, в общение, ощущает эту любовь, он очень быстрыми темпами наверстывает то, что он утерял, так скажем. И уже через несколько месяцев бывает достаточно сложно отличить ребёнка, у которого была действительно реальная задержка развития, от обычного ребёнка, который изначально рос в семье. На первом году жизни, вот смотрите, как это примерно выглядит, становление физических навыков. Где-то к возрасту трёх месяцев ребёнок начинает уверенно удерживать голову, где-то после полугода он начинает садиться, потом ползать. Ближе к году он уже пытается встать, делать какие-то первые шаги, сначала вдоль мебели, потом пытается отпустить руки, поймать какой-то баланс. И здесь вот со стороны родителей что важно, как только ребёнок начинает активничать, переворачиваться, это где-то после четырёх месяцев жизни, ну, пожалуй, сразу надо переезжать на пол. Потому что, ну, во-первых, он становится действительно очень подвижным. Дальше пола он у вас не упадёт. Второе, у него появляется пространство, то есть его ничего не сдерживает в этих его попытках повернуться, дотянуться до игрушки, доползти до неё каким-то образом, дотянуться. Надо по сути своей дать ему возможность это делать. Ну и, конечно, стимуляция, игрушки вокруг, какие-то вот эти развивающие коврики, родители, которые тоже пытаются его стимулировать, собаки там, может, какие-то бегают, за которые тоже надо попытаться успеть. Вот. Слушай, сейчас популярно грудничковое плавание, вот стало буквально там, не знаю, несколько лет назад очень популярно. Как ты относишься к этому? Я могу сказать, что это однозначно не вредит. Вообще здоровому ребёнку никакие специальные методы воздействия здесь не нужны. Но есть родители, которым это нравится, есть приверженцы. Поэтому я как педиатр не против, если ребёнок будет заниматься в бассейне, тем более, что большинству из них вода очень нравится. Я также не против массажа общего укрепляющего. Где-то после трёх месяцев уже можно с ребёнком абсолютно взаимодействовать. К этому возрасту его отпускают вот эти врождённые рефлексы, у него появляется возможность совершать уже какие-то целенаправленные движения. Он пытается, мышцы уже немножко расслабляются, поэтому с ним можно заниматься. Но и гораздо общительнее он в этом возрасте, нежели ранее. С медицинской точки зрения тот же самый массаж, когда мы рекомендуем. Но тоже бывают абсолютно здоровые дети, всё с ними абсолютно нормально. Но вот ему уже 4-5 месяцев, а он лежит, и особо он не стремится ни к игрушке, ни к чему. Ему хорошо. Ну, захотелось, он там позвал, его взяли на руки, отнесли к окошку. Вот. Такой ленивенький чуть-чуть, ну, с хорошей, так сказать, стороны. Вот таким детям родители тоже обеспокоены, потому что что такое, да, он лежит и лежит. Как бы вроде счастлив, сыт, накормлен, но лежит. А хочется уже, чтобы он двигался. Вот здесь, наверное, массаж полезен в том плане, что это тоже такой внешний фактор, внешняя стимуляция двигательной активности. Детский массажист в процессе процедуры, он тоже показывает ребёнку какие-то рычаги, как повернуться, как дотянуться. И зачастую после курса массажа, ну, 10 или сколько, мы вдруг видим, что ребёнок вдруг как-то вот физически ожил, перевернулся, пытается куда-то ползти, поднимается на ручках. То есть это даёт ему некий такой стимул. Но, повторюсь, действительно здоровым детям никакие такие вещи не нужны, им скорее не мешать нужно, дать возможность развиваться. Ну да, организм возьмёт своё. Ну да, да, в этом возрасте. Мой второй вопрос связан с уже такой, знаешь, более взрослой, что ли, категорией детей. Вот исполнился ему год, два-три, следующая какая градация есть? Когда он активно уже стал, вот он научился ходить, побежал, стал таким уже бойким парнем или девчонкой, которым точно надо куда-то выдавать свою энергию. Что тут с ним делать? В 2-3 года он, да, он уже ходит, но его движения, они ещё неуверенные, неточные, такие излишние, размашистые, нет ещё вот этой вот какой-то ловкости и уверенности в движениях. Поэтому пока надо ему не мешать развиваться. Детская площадка. Ребёнок этого возраста, ему всё интересно, любопытно. Он везде лезет, он куда-то бежит, там старшие ребята уже умеют бегать, прыгать, он стремится к ним. Не надо за ним бежать и кричать, что куда ты остановись, сейчас упадёшь, куда ты лезешь, там уже взрослые дети, они тебя затопчут. Даже если он себе набьёт лишнюю шишку, это опыт. В следующий раз он уже вспомнит, ага, здесь я набил себе шишку и очень аккуратно. Слушай, ты просто как папа сейчас говоришь. Мне кажется, все мамы сейчас с тобой поспорят. Бабушки, бабушки скорее, да. Но смотрите, вы контролируете, вы родитель, вы контролируете, страхуйте его. Вот он лезет по какой-то лестнице, страхуйте, будьте рядом, но не мешайте ему. Ему надо залезть на эту лестницу, ему надо скатиться с этой горки, обязательно надо. Похвалите его, когда у него в конце концов это получится. Но мешать ему не надо, им движет природа. Тот возраст, когда опять же, как и на первом году жизни, скорее не мешать, а создавать ему эти условия. С точки зрения спорта, как знаешь, такой просто фана, игры, вот эта выблеска энергии, что-то можно уже в таком возрасте ребёнку рекомендовать? Ну, пожалуй, да. Особенно вот в 3-4 года здесь уже очень сильно изменяется моторика, здесь уже действительно и двигательная активность более точная, созревает нервная система, ребёнок уже может бегать, подниматься по лестнице, прыгать. Появляются навыки, он может бросить мяч где-то. Есть целая большая группа игр, так они и называются, в общем-то, подвижные игры. На самом деле это то, чем занимаются наши дети на детских площадках, собираясь в группы, ну, начиная там с пряток, это чем сейчас играют, там, стоп-земля, земля – это лава. Смысл там какой? Что необходимо ребёнку, необходимо выполнять молниеносно и быстро выполнять какие-то действия по сигналу. Там, стой, беги, лови, и здесь вы можете бросать ему мячик, там, да, какой-то в этом вот возрасте 4-5 лет. Помните тоже все эти игры, там, с мячом очень много игр, съедобные, несъедобные. Когда вы бросаете ребёнку мяч, называя какой-то при этом предмет, а он за время полёта мяча должен сообразить, это съедобное или несъедобное, и либо поймать мяч, если съедобный, либо его отбить. Это очень хорошие вещи, которые развивают как раз ловкость, быстроту реакции, быстроту работы мозга, в конце концов. И, опять же, если посмотреть на детей на площадке, они, в общем-то, знают, что им делать. Ты сейчас про детей на площадке, я сразу подумала, что мне кажется, сейчас детей на площадке не так много на самом деле. Ну вот, в отличие даже от нашего, от моего детства. Может быть, есть, конечно, но мне почему-то кажется, что это сейчас не суперпопулярное такое занятие для детей. И правильно я понимаю, что вот именно такое, знаешь, мотивация к физической активности, она решает и позволяет хорошо развиваться организму? Конечно. Ну, здесь вопрос тоже к родителям. Надо, собственно, и самим вставать с дивана и идти с детьми гулять, играть, развлекать их как-то. Хорошая мотивация для родителей тоже не сидеть на диване и не смотреть телевизор. Конечно, это от нас всё зависит. Совершенно верно, сейчас мир изменился. Сейчас мультики идут по любому каналу круглосуточно. Если мы раньше их ждали там в воскресенье, час, чтобы посмотреть в гостях у сказки, то сейчас такой проблемы вообще нет. Конечно, если вы ребёнку предложите поиграть в фифу или пойти погулять на площадке, он, наверное, выберет первое. Ну, на то мы и родители, чтобы способствовать развитию детей, чтобы их стимулировать. Вчера буквально встречалась подруга, у которой дочери 4 года. Она рассказывала, что буквально хотела её отвезти на теннис на прошлой неделе, но тренер не взял. Сказал, что ещё очень маленькая для занятий теннисом и такого возраст не берут. Там типа 6-7 лет, а в 4 года только начинает развиваться организм, закладывается и формироваться костная ткань. Очень много перекосов. В общем, не очень здорово может сказаться на развитии ребёнка в дальнейшем. Вот твоё мнение по этому поводу. Очень хороший тренер. В общем-то, в 4 года заниматься такими видами спорта действительно рано. И этому есть медицинские обоснования. Если говорить о развитии позвоночника, то позвоночник взрослого имеет характерную S-образную форму. Именно эта форма защищает нас от травм и в обычной жизни, и при занятиях физической культурой. Позвоночник созревает постепенно на протяжении всего детского возраста. Рождается ребёнок с совершенно прямой трубкой. Только вот в 3 месяца он начинает удерживать голову, у него начинает формироваться шейный изгиб, шейный лордоз. В 6 месяцев он садится, начинает формироваться грудной изгиб. Когда он осваивает ходьбу, у него начинает только формироваться поясничный изгиб. Но это не значит, что они уже сформированы. Они по-прежнему достаточно слабы и нестойки. Стоит ему лечь, и позвоночник опять превращается в прямую такую костную структуру. И этот процесс он длительный, а костенение скелета у нас начинается года в 2-3, идет постепенно. И действительно не ранее 7-8-10 лет позвоночник становится зрелым. А теннис – это достаточно серьёзная нагрузка, связанная с хорошей работой, в том числе поясничного отдела позвоночника. В 4 года об этом речь не идёт. Поэтому тренер прав, и скорее в этом возрасте ребёнка можно отдать куда-то какие-то виды спорта, которые связаны с развитием координации, техники движений. Я бы сказал, что это гимнастика, танцы, плавание – то же самое. Потом, когда он повзрослеет, а эти занятия гимнастикой будут полезны в дальнейшем, и для занятий теннисом, без сомнений, потом уже можно будет пойти в теннис. А нас как раз спрашивают, можно ли отдать девочку в бассейн в 3 года? Ну, в принципе, можно. Здесь занятия в бассейне не связаны ни с какой силовой нагрузкой. Там не требуется физической какой-то зрелости. Конечно, в 3 года это какие занятия, не скажет ей тренер, давай там 3-4 бассейна и ко мне. Нет, это начало, но для первичных занятий очень даже неплохо. Бассейн подходит. Игорь, а есть вообще какие-то различия в становлении организма у мальчиков и девочек? Конечно. Вот я сейчас почему-то прям про девочку задала вопрос и подумала, есть ли разница. Вы знаете, если бы не знать обратного, я бы вообще мог, наверное, предположить, сказать, что девочки и мальчики – это два разных вида человека. Настолько они по-разному развиваются. Это может быть не столь заметно на первом году жизни, хотя есть мнение, что мальчишки рождаются более крупными. Ну и там к возрасту одного года вес 8-9 килограмм для девочки – это вполне нормально. Такая аккуратная принцесса. Мальчишки всё-таки покрупнее, но уже даже в возрасте 5-6 лет эта разница чувствуется. Девчонки, они, как правило, более ловкие, более уверенные в своих движениях, нежели мальчишки, более координированные, они уже где-то даже начинают понимать красоту движения, начинают уметь слушать, понимать, повторять, заучивать это. Для мальчишек это в большей степени не свойственно. Ну и когда девчонки уже практически завершают своё развитие в основном, там в 13, в 14, в 15 лет – это уже девушка. Мальчишки на самом деле только-только в самом начале этого пути, как говорят. Мужчины первые 30 лет детства самые сложные, поэтому да, так и есть. Очень они разные в выборе физической активности, в выборе даже вида спорта и занятий с ними. Надо это учитывать. Про позвоночник поговорили, ещё хотела спросить про стопо. Вот стопа, развитие стопы тоже, наверное, имеет влияние вообще на выбор занятий? Ну обязательно, стопа – это наша основа. И для того, чтобы мы правильно двигались, а во многих видах спорта это важно, правильное движение, конечно, оно должно быть сформировано правильно. Ребёнок рождается с совершенно плоской стопой, начинает она формироваться своды стопы только с возраста, когда он встаёт на ножки и начинает ходить. Это вообще очень сложный орган, состоящий из множества косточек, межкостных мышц, связок, суставов, сухожилий той же стопы и голени. И процесс формирования стопы, вот этих правильных сводов, он тоже очень длительный и занимает время. О зрелой стопе тоже можно говорить годам к 6, 7, 8, когда своды уже сформированы. И, наверное, вот какой-то, я даже не знаю, не буду сейчас спортивным врачом, опять же, наверное, технику правильного бега без хорошо сформированной стопы сложно предположить. Они бегают, но они бегают по-своему, им нельзя предлагать те же самые нагрузки, которые мы предлагаем подросткам, допустим. Конечно. А бегать надо. Как только побежал, пусть бежит. А у детей, кстати, идеальная техника бега. Серьёзно? Дети вообще, ну, от рождения... В каком возрасте? Вообще, мне кажется, независимо от возраста, нам тренер всегда говорит, посмотри, как бегают дети, они ничего не придумывают, ничего не думают, они просто взяли и побежали, и побежали идеально. Ну вот это правильно. А дальше мы начинаем уже что-то выдумывать, придумывать, начитываться, там, как-то себе что-то вымышлять, и что-то постепенно ломается. Ну вот действительно, ребёнка во многих случаях надо не мешать развивать. Так, хотела ещё спросить, ну, понятно, что ребёнок растущий организм, если мы говорим про предшкольный возраст, 6-7 лет, на что тут можно обратить внимание? Ну, это уже достаточно координированные дети, появляется уже мышечная масса, она обладает хорошим тонусом, хорошей силой, уже всё в порядке с координацией, они уже достаточно зрелые и ментально, чтобы понимать, чтобы воспроизводить движения, повторять их, чтобы анализировать движение и даже где-то исправлять его. То есть это такой очень продуктивный возраст. Но по-прежнему нагрузки, связанные с серьёзной физической силой, с выносливостью, пока рановато, но то, что развивает силу, развивает координацию, технику движений, они, пожалуй, здесь подходят. Единоборства уже могут подходить в этом возрасте. Поэтому, опять же, какое-то плавание, какая-то спортивная гимнастика уже, наверное, может быть. А фигурное катание вот сейчас становится тоже популярным для детей несколько последних лет. Что ты думаешь по этому поводу? Ну и девчонки, и парни прям идут. В фигурное катание приходят, я тоже немножко знаком с этим видом спорта, приходят в фигурное катание в возрасте где-то четырёх, трёх иногда лет. Трёх, наверное, даже всё-таки рановато. Ещё не умеет многого ребёнок. Но опять же, он когда приходит на лёд, первый год, это они просто учатся стоять на коньках, ползают по льду, едят лёд, учатся падать, потому что в этом виде спорта придётся падать очень много, и всё время, чтобы чему-то научиться. Лишь потом постепенно-постепенно они осваивают уже какие-то технические навыки. Сложно мне сказать, насколько хорош этот спорт. Нельзя говорить, что вам нужно обязательно заниматься фигурным катанием. Это скорее какое-то течение обстоятельств, что ребёнка приводят и остаются там. Знаешь, что ещё хотела поговорить? Окей, я как родитель выбрала спорт для ребёнка. Мне показалось, что вот там, ну тоже фигурное катание, его нужно отвезти. Ребёнок позанимался, наверняка там с течением какого-то времени ему надоест этим заниматься. Может быть, там начнутся какие-то первые, что-то первое не получаться. Может быть, там ещё по каким-то моментам. Может, просто немножко приедутся, в общем, пропадёт интерес. Вот что в такой ситуации делать? Ну да, сложный вопрос. Зачастую выбор остаётся за родителями. Если уж родитель решил идти в фигурное катание, то ребёнок будет ходить в фигурное катание. Как-то вот не переломить. Ну, если родителям удастся послушать ребёнка и попробовать ему подобрать ту физическую активность, те занятия спортом, которые ему понравятся по душе, будут, то будет хорошо. Опять же, сложно в таком возрасте, в 4 года, ребёнка как-то мотивировать на занятия, на продуктивность, на достижение результатов. Они этого просто не понимают. Конечно. Они ещё не дозрели до этого. Мне кажется, что действительно надо по возможности попробовать разные активности, посмотреть, что у ребёнка больше по душе, может быть, заняться этим. Я знаю, что у тебя самого двое детей. Расскажи, пожалуйста, ну, если можно, немножко подробнее о них. Занимаются они спортом, чем-то они увлекаются. Как вы выбирали для них спорт? Вот ваш опыт. Да, у меня двое мальчишек, поэтому моя жизнь полна активности тоже. Они такие мотиваторы. И я тоже двигаюсь. Я тоже, кстати, занимаюсь спортом. Дети мотивируют? Ну, отчасти, да, и потом я же папа, я должен тоже являться каким-то примером для них. Правильно. Младшему сейчас уже 9 лет, старшему 11. Младший у меня как раз занимается фигурным катанием. Надо сказать, что он сам попросился. Мы его поставили на коньки в возрасте где-то трёх лет. Ну, обоих их поставили примерно в одно и то же время, просто потому что это, ну, интересный навык. Была девушка, бывшая фигуристка, которая согласилась с ними позаниматься в обычном парке, на льду, на каких-то обычных коньках. Ну, занимались они, встали на коньки. А потом младший, постоянно проходя мимо магазина, связанного с фигурным катанием, где там выставлены были красивые костюмы и так далее, он всё просил маму, что вот я хочу, хочу. Ну, и попробовали, отвели его в возрасте, сколько ему было, 4,5 года, он уже достаточно сознательный человек. Отвели его в секцию, там детишки уже занимались год до него, как раз они поели тоже льда и уже что-то умели к тому времени. Тренер посмотрела, сказала, что достаточно смышлёный парень и взяла себе. Ну, и я хочу сказать, что, может быть, благодаря этому, что он не пошёл там сильно рано, что он отчасти сделал этот выбор сам, он и до сих пор занимается с удовольствием, но он не противится занятиям. Скорее, может быть, даже мама наша периодически говорит, что как бы я с этим хотела уже закончить. Но ему нравится и хороший, красивый вид спорта, и мы в него вовлекаемся, начинаем что-то понимать, и ребёнок растёт на глазах. Мне кажется, это главное, когда самому ребёнку нравится, чем он занимается. Абсолютно, конечно. Без желания, без получения от этого удовольствия, но до получения удовольствия тоже надо созреть. В три-четыре года они не могут получать удовольствие, тем более от какого-то спорта, где надо обязательно что-то делать, где нельзя там сесть и просто посидеть. Раз ты пришёл на занятия, ты должен работать. Ну, у него, у младшего характер такой очень спортивный, он очень упорный, очень настойчивый. Спорт для него момент положительный, там много общения, группа разновозрастная, он общается и с более старшими ребятами, он общается с тренерами, со взрослыми людьми, с которыми они работают вместе. И тренеры порой спрашивают его какое-то мнение относительно программы или что-то такое. Это тоже хороший жизненный опыт, чтобы впоследствии вырасти более уверенным человеком, умеющим работать, умеющим добиваться своих целей. Это очень ценные качества, общечеловеческие, даже если он не станет чемпионом. Эта база в нём однозначно останется. Поэтому я к его фигурному катанию отношусь как к обучению и абсолютно радуюсь за него, любым его успехом. Старший тоже спортивный парень? Ну, нет. Он в этом плане будет прямая противоположность, и его приходится стимулировать, даже делать какую-то гимнастику. Старшему я тоже говорю, что не для того, чтобы ты идеально выполнял. Тебе нужно просто выделить вот эти 15 минут, напрячься, но сделать эту зарядку качественно. И это не для того, чтобы ты достиг каких-то суперрезультатов в этой зарядке, в выполнении этих упражнений, а для того, чтобы ты просто умел, когда нужно напрягаться, умел работать. То есть надо приучать детей действительно трудиться и работать с самого детства. Это мнение родителей. Слушай, очень хороший вопрос, который мне очень понравился. Он немного философский, но интересно твоё мнение по этому поводу. Как, имея столько разных вариантов в спорте, показать всё возможное без возможности попробовать всё? Наверное, надо смотреть на наших детей, что ему нравится. К чему он стремится, что у него получается лучше. В этом, наверное, и задача родителей, чтобы, увидев какие-то попытки ребёнка что-то сделать, в чём-то преуспеть, откликнуться на них и создать ему вот эти условия, чтобы он мог себя реализовать. Остынет он через год, допустим, к этому и проявить свой интерес к чему-то другому? Надо будет сменить направление и дать ему возможность попробовать вот это. Вдруг это как раз то, что надо, и это станет делом его жизни даже. Ну а если ему ничего не надо, то, наверное, придётся придумывать. Спасибо тебе за этот разговор. Лично мне было очень полезно и интересно. У меня, знаешь, есть такая рубрика лично от меня. Я прошу каждого нашего спикера, каждого нашего гостя дать напутственное слово, такое слово доктора, напутственное слово доктора, вот слово от Игоря Пушкарёва. Ну, я как человек и как доктор исключительно за спорт. Я хочу сказать, что детишек, которые занимаются спортом, сразу видно по осанке, по вот какому-то даже мышечному каркасу, даже потому, как они общаются со мной, они более такие зрелые. Не бойтесь, что вы, ну, отдавая даже детей куда-то в спорт, как-то их перегружаете, даже несмотря на интенсивную учёбу в школе и так далее. Их невозможно перегрузить. Это неиссякаемый источник энергии. И более того, нет лучшего отдыха, чем на самом деле смена занятия. И детский возраст, он очень хорош для начала чего-то, для закладки вот такой базы будущей жизни во всех сферах. Они очень пластичны, нервные системы очень пластичны, очень легко образовываются вот эти условно-рефлекторные связи. Они очень обучабельные. У них великолепная память. Поэтому я только за максимум какой-то физической активности. Ребёнок должен быть всё время занят. Не бойтесь. Главное, чтобы ребёнок попал, если даже это речь идёт о спортивной секции, в хорошие руки, к хорошему тренеру. Старайтесь, чтобы ребёнок был здоровым. И физическое воспитание – это один из тех вот камней тоже, которые потихонечку строят наше здоровье. Без этого никак. Прямо бальзам на душу. Спасибо тебе огромное за эти слова, вообще за сегодняшний разговор, за твой искренний подход. Спасибо большое, что были с нами. Увидимся на тренировках с вами и вашими детьми. Пока. Всего доброго.